Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Ввиду некоторой конфиденциальности информации, я не буду полностью читать ваш текст, а прочитаю лишь часть. Бывший парень недавно зашли и предлагает мне родить от него ребенка. Подскажите пожалуйста, что скорее всего имеется ввиду, что ребенок будет исключительно мой или наш общий, и он возьмет на себя роль отца? Ну, мне кажется, что роль отца мужчина на себя возьмет в любом случае, потому что он будет отцом. И в случае чего вы сможете взыскать с него алименты. Другое дело, что в этом вопросе чувствуется, что вы как будто бы не доверяете себе и не уверены в себе. И может быть не очень хорошо понимаете, чего хотите лично вы в этой ситуации, то есть что нужно лично вам. Я бы все-таки опирался на то, чего хотите вы. На мой взгляд, есть некая такая сложность в том, что мужчина хочет от вас ребенка, потому что, во-первых, вы, я так понял, не женаты. Во-вторых, вы сошлись с бывшим парнем, то есть вы из-за чего-то с ним расстались. А значит, расставание может повториться. И, соответственно, какой-нибудь договор между вами не был бы, все равно могут быть проблемы. Вот. Поэтому, прежде чем заводить ребенка, наверное, сначала нужно решить вопрос ваших отношений. Вот. Наверное, нужно сначала решить ваши проблемы в отношениях. Наверное, сначала нужно вам разобраться в себе, что вы чувствуете к мужчине и так далее, и так далее. Вот. И, наверное, нужно определить то, что ребенок как бы значит для вас. Какое значение он имеет для вас. Вот. Дальше. Значит, первый раз сказал, не женюсь, пока не забеременеешь, но ребенка, ребенок будет воспитан семьей, я так понял. Вот. Опять же, такая фиксация мужчины на ребенке вызывает вопросы, да, потому что такое ощущение, что именно вас, вот конкретно вас, как личность, как партнера мужчина не воспринимает. И можно, конечно, валить все на него, но в этом есть и часть вашей ответственности. То, как вы себя подаете, как вы себя преподносите, как себя проявляете и как выстраиваете общение и взаимодействие. Вот. Поэтому нужно здесь спросить себя в первую очередь, устраивает ли вас то, что вас воспринимают в первую очередь как потенциальную мать ребенка мужчины. Вот. Дальше. С бывшим сошлись спустя год и месяц общения. Не очень понятно, что здесь вы имеете в виду, то есть вы, получается, расстаетесь с мужчиной, потом вы с ним год и месяц общаетесь, потом опять сходите. То есть, как бы, ну, а из-за чего расстались вопросы. Вот. Про ребенка понимаешь, что лучше с ним обсудить, но боится испугать вопросом, как он себе это представляет. Я не думаю, что вы боитесь испугать вопросом его. Я думаю, что здесь какой-то ваш личный страх. Не про него, а про него. Вероятно, это страх в потере безопасности. То есть вам сейчас, по сути, как вы думаете, предлагают какую-то безопасность, да, какую-то определенность. То есть вам кажется, что ребенок это определенность, это какая-то надежность и стабильность. Если честно, это совсем не так. И полагаться нужно в этом смысле на себя, на свои действия, а не на ребенка и на действия мужчины. Поэтому, если для вас актуальна потребность безопасности, то смотреть нужно вам самой, как лучше ее реализовать. Вот. Дальше. Ваш вопрос, может ли он действительно этого хотеть? Я не думаю, что этот вопрос корректен, потому что, ну, во-первых, он не умеет читать мысли, во-вторых, обсуждать про этих лиц нам запрещают этиком профессиональным. Попробуйте сформулировать свой вопрос про себя. Вот. Попробуйте сформулировать запрос к психологу про себя в этой ситуации, не про молодого человека, а про себя. Вот. И попробуйте увидеть, увидеть то, чего вы хотите, да, и то, в чем вам видится здесь ваша проблема. И вот уже это мы постараемся помочь вам решить. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Всего самого доброго. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!